Пока новый созыв депутатов городской думы готовится начать работу, предыдущий подводит итоги. На последнем заседании слуги народа обсуждали результаты работы, а также принимали поздравления от представителей городской администрации и общественных объединений. Я еще раз хочу вас всех поблагодарить, сказать вам огромное-огромное спасибо. Мои двери я лично для вас открыл и призываю всех, кто будет продолжать работу, кто сложил полномочия для дальнейшей нашей совместной работы на благо жителей города Ульяновска. Прежде всего, основная работа велась комитетом по бюджету. Это и формирование городской казны, и привлечение средств из бюджета регионального. Главная задача стояла в сохранении социальной направленности главного финансового документа. По словам депутатов, им это удалось. Это и новый транспорт, новые трамваи. Это и бесплатный проезд наших жителей именно в этот период пандемии. Это огромная помощь и нашим общеобразовательным учреждениям. Это, конечно, образование. В Комитете по градостроительству шла работа по изменению городского генплана. Депутаты следили за выполнением дорожного ремонта. За последние три года в Ульяновске отремонтировали 69 участков дорог общей протяжённостью 100 километров. Я думаю, что горожане уже увидели, что огромное количество дорог сделано по программе безопасной и качественной дороги. Это отмечают и гости нашего города. У нас недавно была встреча с представителями из города Москвы. Они были очень удивлены качеством дорог в нашем городе. Благодаря активной работе Комитета по ЖКХ и благоустройству удалось узаконить статус и границы особо охраняемых природных территорий города. За пять лет благоустроили больше 100 дворов и 15 общественных пространств. Мы не допустили роста платы за коммунальные услуги. Помните, пошла волна два года назад по принятию социальных норм на электроэнергию и остальные коммунальные услуги. Субъект, субъектовый уровень самостоятельно определяет, принимать ли на том или иной территории соответствующие социальные нормы. Мы, пригласив сообщество профессиональное, пригласив председателя Совета квартирных домов, энергетиков, подтвердили, что на сегодняшний день на территории нашего субъекта и нашего города принимать социальные нормы, но это, по меньшей мере, противоправно. Конечно, один из любимых проектов для жителей города Ульяновска – народный бюджет, который, благодаря, опять же, где-то нашим совместным предложениям депутатов и законодательного собрания с главой города, но губернатор поддержал, у нас теперь есть и проект поддержки местных инициатив, мы его в этом году. Работы во всех данных направлениях продолжатся и в следующем созыве. Основной упор будет сделан на реализации национальных проектов и федеральных программ. Редактор субтитров А.Семкин